Грана разделена на три части. Первая часть аварии на сетевых элементах, средняя часть это высокодоходные клиенты, нижняя часть события на центров офисов, как то вторжение, пропадание питания и неисправность кондиционера. Средний экран посвящен полностью фиксированному сегменту, выводятся аварии с телефонных выносов, а также с МЦК и ВСК. И левый экран мониторинг мобильной части. 20 контроллеров базовых станций, 800 свечей и 14 медиа-ДПФ. На этих мониторах более узкопрофильно отображаются алармы по разным системам управления. СДХ, СДХ, Телапсона, Нортову, сеть Фрейм Релей, есть заказчики в основном банки. Сеть Хуавей, мобильный сегмент, который был под маркой раньше полным телеком. Рабочее место инженера системы форт-менеджмента. Мониторинг МЦК, международной станции ЕВСДА. Мониторинг серверов, которые находятся в дата-центре. Дата-центр вам продемонстрирую позже. И мониторинг радиопокрытия базовых станций по всей Украине. На ряде этих мониторов, в очень красивой графике, в основном трафик интернета и локальной сети. Можно посмотреть, как утилизированы каналы на Франкфурт, на Россию. На этом мониторинг представляется информация по загрузке. Там всякие люди, чтобы тратить там, выбираешь серию, как мы говорили. Также будет так, чтобы анализировать загрузку по трафикам между регионами. У нас есть новое поколение мобильное. Есть трафик, где-то много людей, где мы отслеживаем. Мониторинг системы жизнедоточения ситуальных фокусов. Здесь можно посмотреть, подается ли это питание в целом году. А в структуре предприятий связи одно из правил иметь первую категорию питания, чтобы в случае пропадания одного года переключались на второй год без влияния на сервис. Но если очень плохая ситуация, то не было заменчено. У нас есть генератор, который автоматически при пропадании внешнего капитана заводится и пропитывает дедрон наших стран.